Здравствуйте, это Голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о событиях 923 дня войны, вторника, 3 сентября. Главные темы. И мы снова и снова призываем всех в мире, у кого есть власть, остановить этот террор. Полсотни погибших, более двухсот раненых. В Полтаве растет число жертв российского удара баллистической ракетой. В области объявлен траур. Тревоги не было, а потом она зазвучала, и через две минуты произошел взрыв. У нас не было времени, чтобы спрятаться. В Запорожье как минимум шесть человек пострадали в результате удара по отелю. Я категорически против визита Путина в Монголию. В Монголии задержали выступающих против приезда Путина, а его самого встретили красной дорожкой у трапа. В Украине визит назвали пощечиной международному праву. Теперь обо всем по порядку. Конечно, главная новость вторника – это удар по Полтаве. Баллистическая ракета попала в одно из учебных заведений города. На момент записи этого выпуска было известно о 51 погибшем – 219 раненых. Но эти данные могут меняться. Вот подробности. Во вторник утром Россия нанесла удар по военному институту связи в Полтаве и соседней больнице. По данным Министерства обороны Украины, удар был произведен двумя баллистическими ракетами. Некоторые издания писали о том, что прилет случился во время построения курсантов. Однако, как заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, телеканал «Урада», построений в институте в момент удара не было. А по данным анонимного источника украинского издания «Грате», построения в институте сейчас вообще запрещены. По словам очевидцев, между сигналом воздушной тревоги и ударом прошло не более 3-4 минут. По другим данным, тревога сработала только в момент прилета. В результате одно из зданий было частично разрушено. Многие люди оказались под завалами. Позднее несколько десятков из них удалось спасти. На данный момент известно о более чем полусотне погибших. И данные меняются с каждым часом. Пострадали более двух сотен человек. По данным полтавского депутата Сергея Каплина, в городе переполнены все больницы. Спасатели продолжают разбирать завалы. Удар по Полтаве прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. За наявную зараз информацию, две баллистические ракеты... Согласно имеющейся на данный момент информации, две баллистические ракеты попали на территорию учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий института связи. Люди оказались под завалами в ловушке. Многие были спасены. Более 180 человек получили ранения. К сожалению, много людей погибло. На данный момент известно о гибели 41 человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Российская сволочь, несомненно, понесет ответственность за этот удар. И мы снова и снова призываем всех в мире, у кого есть власть, остановить этот террор. Системы противовоздушной обороны и ракеты нужны Украине, а не на каком-то складе. Удары на дальние расстояния, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-нибудь потом. Каждый день промедление, к сожалению, означает новые потери людей. По факту авиаудара, Полтавская специализированная прокуратура в сфере обороны начала досудебное расследование. Добавлю, с 4 сентября в Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российского удара по Институту связи. Российские военные также атаковали Запорожье. Ракетный удар пришелся по зданию гостиничного комплекса «Гранд Палац». Местная жительница Анна Савченко работает на автозаправке неподалеку. «Тревоги не было, а потом она зазвучала, и через две минуты произошел взрыв. У нас не было времени, чтобы спрятаться. Произошел очень мощный взрыв. Закричали люди. Мы поняли, что произошло обрушение». Это была цитата из материала агентства «Рейтер». Изначально сообщалось о двоих погибших. Позже количество раненых в результате удара по Запорожью возросло до шести человек. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек погиб, и еще шестеро получили ранения в результате российских ударов по Днепру поздно вечером 2 сентября. В результате атаки также разбито окна в детском саду и семи частных домах. Повреждено предприятие. А утром во вторник российские военные обстреляли жилые дома в Херсоне, в результате чего тяжелые ранения получила 14-летняя девочка. В области же под ударом оказалось село Садовое. Там один человек погиб, и один получил ранение. Сегодня же стало известно, что в больнице умер 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи Евгений Юрко, который пострадал в результате российского обстрела Харькова 1 сентября. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Алексий Негубов. Евгений Юрко был пятикурсником медуниверситета. Он вместе с коллегами прибыл на вызов в торговый центр возле станции метро Академика Павлова. Во время повторного обстрела Евгений получил серьезные ранения. Его состояние врачи оценивали как тяжелое. Теперь коротко о ситуации на фронте. В украинском генштабе заявляют, что россияне не прекращают попыток продвигаться вглубь территории Украины. За минувшие сутки позиции украинских военных были атакованы более ста раз. Активнее всего россияне действуют на Кураховском и Покровском направлениях, сообщают в генштабе. На Кураховском направлении российские военные пытаются продвигаться в районах Украинска, Константиновки и Георгиевки. Бои продолжаются. Тревога за Покровское же направление сейчас – одна из главных эмоций украинцев в соцсетях. В то же время интерес Курской операции падает. Такую тенденцию показало исследование организации Communications Analysis Team CatUA, которая занимается изучением общественных настроений. Исследователи посмотрели, как выглядело украинское информационное поле в последнюю неделю августа. В День независимости был зафиксирован всплеск таких настроений, как радость и гордость. Однако он продержался недолго, и в целом индекс настроений в соцсетях упал на 13 пунктов. Аналитики отмечают, начала расти тревога за ситуацию на Покровском направлении, и к концу августа она стала особенно сильной. Также повлияли на настроение украинцев ракетная атака 26 августа, потеря в 16 и угроза со стороны Беларуси. Впрочем, они вызывали больше гнева, чем тревоги. Так, именно эмоция гнева присутствовала почти в четверти всех постов в соцсетях в последнюю неделю лета. Тревога в 20% записей, радость в 18%, а надежда на международную поддержку всего в 6% постов. Тревога и гнев украинцев, очевидно, растут и на фоне визита Владимира Путина в Монголию, страну, которая, согласно международному праву, обязана была его арестовать. Однако этого не сделала. Более того, Путина встретили красной дорожкой у трапа, а протестующих против его приезда задержали. О том, почему Монголия благосклонна к России, расскажет обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев. Поездкам Путина в Монголию могла бы считаться вполне обычной не присоединить Монголию к Римскому статуту, на основе которого действует Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Путина. Монголия была обязана арестовать Путина и передать его суду, но этого не сделала. А у суда, в свою очередь, нет рычагов для наказания Монголии. Максимум, ей может быть объявлен выговор. Сам Путин во время визита обсудил проект газопровода из России в Китай, квоту для студентов и 80-летие победы, но ордера на арест вообще не касался. Уверен, что в ходе сегодняшнего визита удастся в контакте с монгольскими коллегами и друзьями обстоятельно рассмотреть ключевые вопросы сотрудничества наших стран в целях дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства России и Монголии. Путин посещает Монголию по приглашению президента страны. Ухнагиин Хурл Сухом позвал его в гости во время встречи в Пекине в прошлом году. Монгольский президент во время нынешнего визита Путина говорил о развитии связи и укреплении дружбы. Я также считаю, уважаемый президент Владимир Владимирович, что ваш визит несомненно внесет большой вклад в дальнейшее развитие наших добрососедских дружественных отношений. В частности, ваш визит придаст дополнительный импульс развитию наших торгово-экономических отношений, прежде всего в таких отраслях, как топливно-энергетический комплекс, дорожно-транспортная логистика, охрана окружающей среды, а также в вопросах культуры, образования, здравоохранения и других сферах гуманитарного сотрудничества. Почему же Монголия оказывает Путину такой теплый прием и не решается выступить против России? Монголия окружена двумя могущественными соседями – Китаем и Россией. До своего распада Советский Союз был главным торговым партнером Улан-Батора, главным инвестором и гарантом территориальной целостности страны. Сейчас место главного партнера в области экономики Монголии занимает Китай. В 2022 году два государства объявили о стратегическом партнерстве. На долю России приходится порядка 2,5% объемов монгольского экспорта. Поставки из России, в основном горючее иное сырье, не превышают 1,5% объемов монгольского импорта. Однако Монголия вынуждена балансировать, чтобы не оказаться в полной зависимости от Китая. В последние годы Монголия пыталась налаживать связи с Соединенными Штатами и Европой, однако особых политических и экономических дивидендов это не принесло. Именно поэтому Путин сохранил рычаги влияния на Монголию. Россия поставляет в Монголию львиную долю энергоносителей, а монголы, в силу исторических культурных традиций, воспринимают Россию как друга. Показательный факт. У ВВС Монголии имеются только два истребителя. Они были подарены России. В Улан-Баторе Путин объявил, что Россия поможет Монголии со строительством ГЭС, ТЭЦ и, возможно, проведет очередной газопровод в Китае по ее территории, что даст стране возможность использовать российский природный газ. Одним словом, визит Путина, который привез в Монголии набор дорогих подарков, выгоден для Улан-Батора. В свою очередь Путин, не получивший от Монголии ничего, кроме подрядов для российских компаний, которые будут финансироваться из российского же бюджета и обещания принять участие в саммите БРИКС, продемонстрировал свое международное влияние и возможность избегать принудительной отправки в ГААГУ. То есть, визит закончился ко взаимному удовольствию сторон, но никаких серьезных последствий не имел. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий написал в сети ИКС. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора. Обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев о визите Путина в Монголию. Издание «Политику» в сегодняшнем материале об этом цитирует неназванного представителя монгольского правительства, который заявил, что страна оказалась в ситуации энергетической зависимости и что у них, цитата, «связаны руки». Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии от ближайших соседей. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования народа, сообщил чиновник в интервью «Политику». Впрочем, как я уже сказала, далеко не все в Монголии приветствовали теплый прием Путина. В Улан-Баторе в день его приезда прошла акция протеста. По информации Associated Press, протестующие собрались недалеко от главной площади, где президент России встречал почетный караул. Вот что заявило агентство Associated Press бывший мэр столицы Эрдейнин Бат-Уул. Я категорически против визита Путина в Монголию. Меня действительно расстраивает, что человек, который начал варварскую операцию, о каких не было слышно в последние годы, тем более в истории России, посещает Монголию. Мне интересно услышать, что скажет президент Монголии. Путин посещает Монголию по его приглашению. В чем причина приглашения Путина? До меня дошли слухи, что наш президент пригласил Путина, чтобы убедить его прекратить войну. Я надеюсь, что это правда и жду совместного заявления. Бывший мэр Улан-Батара Эрдейнин Бат-Уул. Агентство Associated Press также сообщает, что протестующие попытались развернуть украинский флаг, но после этого их задержала полиция. Акции протеста, по данным украинского издания New Voice, были и накануне, когда активисты вышли к зданию правительства Монголии с украинским флагом и надписью «Уберите отсюда военного преступника Путина». Собравшиеся скандировали «Вали отсюда! Убийца!» и «Слава Украине!». Монголия еще два года назад, после объявления России о мобилизации, стала одной из стран, куда из соседней Бурятии уезжали те, кто не хотел воевать. Однако многим уехавшим позже пришлось вернуться, рассказала в интервью «Голосу Америки» президент фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова. По ее словам, Монголия из-за близости с Россией по-прежнему не может считаться безопасной и полностью независимой от соседа. Ну, из Монголии многие уехали, это нужно понимать, потому что там было сложно с точки зрения легализации, не все чувствовали себя безопасно в Монголии, из-за близости России, из-за того, что российские спецслужбы, в принципе, могут работать в Монголии. Понятно, что Монголия, будучи демократической страной, все равно они находятся в заложниках геополитики. Они де-факто зажаты между Россией и Китаем, и им очень сложно. И поэтому они не могут совсем показывать зубы и оскал России, пытаются улыбаться до последнего, держать хорошую мину. И поэтому, конечно, прям массово именно поддерживать с точки зрения политубежища тех, кто уезжал. Они не могут. И вот те, кто уезжал в Монголию, часть какая-то небольшая, она вернулась в Россию, другая поехала дальше. И в том числе добрались, опять же, до Соединенных Штатов Америки. Я не знаю, насколько это подтверждена или не подтверждена информация. Например, в Монголию тогда также уезжал сын министра культуры Бурятии, Чингис Дагаев. Почему я о нем говорю? Потому что он в том числе сейчас руководит главным пропагандистским медиа в Бурятии, информполисом. Ну, в общем-то, он тоже скрывался от мобилизации в Монголии. Его брат в какой-то другой стране. Но так как Бурятия маленькая, все про это очень хорошо знали. Но у нас Сейлма Дагаева является очень большим разжигателем и фанатом этой войны. Полностью интервью с главой фонда «Свободная Бурятия» Александрой Гарможаповой вы можете посмотреть на сайте «Голосы Америки» и на наших страницах в соцсетях. На фоне безнаказанного визита Путина в Монголию и новых массированных ударов по Украине все настойчивее звучат призывы украинских политиков обеспечить Киев дальнобойным оружием. Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников во вторник написало, что США близки к договоренности о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, нужно решить технические вопросы с поставкой. Ожидается, что о включении таких ракет в пакет вооружений будет объявлено этой осенью, сообщили Reuters три источника. Хотя, уточнили они, окончательное решение еще не принято. Аналитики отмечают, что отправка ракет большой дальности может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров, но при этом существенно изменить стратегический ландшафт конфликта и, как отметили собеседники Reuters, стать проблемой для администрации Байдена. Добавлю, что во вторник Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Теперь документ, чтобы он вступил в силу, должен подписать президент страны Клаус Йоханнес. Румыния решила передать Украине свою систему Patriot еще в июне. В одобренном парламентом законопроекте говорится о том, что замена системы Patriot от США не должна стоить больше, чем за нее ранее заплатила Румыния, и что расходы будут покрыты, цитата, из иностранных источников и не подлежат возврату. К двум годам колонии-поселения по делу о военных фейках во вторник приговорили сотрудника Мосгортранса Вячеслава Самусева. Как сообщает издание Медиазона, Самусева освободили в зале суда. Ему зачли срок пребывания в СИЗО, где он провел чуть более года. Сам Самусев в прениях пожелал здоровья прокурору и сказал, что очень уважает суд. Такое больше никогда не повторится, заявил он. Такое – это посты Вячеслава в соцсети ВКонтакте о его отношении к российским военным преступлениям и политическому режиму в России в целом. Вячеслав Самусев называл российскую армию варварской и жестокой, способной творить такие страшные вещи, как расстрел мирных невооруженных жителей, пытки, мародерство и вообще что угодно. Однако после задержания мужчина заявил, что раскаялся и признал свою вину. Также во вторник Московский суд продлил почти до конца февраля арест гражданину Франции Лорану Венатье, который работал в Центре гуманитарного диалога советником по организационной деятельности в Украине. Еще в июне генконсул Франции письменно ходатайствовал о переводе Лорана Венатье под домашний арест. По его словам, обвиняемый не собирался скрываться от суда. Адвокаты Венатье также обращали внимание на то, что у него на попечении четверо детей, двое из которых несовершеннолетние, а один ребенок имеет инвалидность. Однако ходатайство не было удовлетворено. Напомню, Венатье задержали прямо в московском кафе по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. По версии следствия, он, цитата, «осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации». Также Венатье обвинили в уклонении от обязанностей иностранного агента. При этом в реестр иностранных агентов Минюст внес его уже после задержания. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple-подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. В частности, звукорежиссера Алексея Зонова. До встречи.